Социальный конфликт по Горькому. В здании 1967 года постройки до 1997 года располагалась детская поликлиника, потом социальный приют. Приходят сюда не только асоциальные личности, но и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды. У кого-то нет документов, кого-то выгнали из дома дети и внуки. Есть и другая категория. Есть те, кто вызывает раздражение и настороженность со стороны местных жителей. Это так называемая группа ночного пребывания. Это лица, которые уходят на работу и возвращаются сюда в приют только для того, чтобы переночевать. Именно с этой категорией людей и возникают конфликты у местного населения. И именно решению этой проблемы, вот этой категории граждан мы сейчас и сконцентрировали наше внимание. В приюте, рассчитанном на 70 мест, несколько отделений адаптации, милосердия, социальное и ночное. Около 20 человек приходят сюда, чтобы переночевать. Именно на посетителей этого блока жители поселка Шмидта и жалуются. Вполне здоровые физически, но асоциальные личности пугают население, а главное детей. Распивают алкоголь, дебоширят и все напротив общеобразовательной школы и детского сада. Понимаю, что это все нужно для людей, таких вот, как они. Но подальше от нас, от наших детей. Мы не можем ни в город выйти вечером, зимой, когда темнеет, рано. Нам приходится ходить, ну, кружки едеть, детей возить. Здесь страшно. Они ходят здесь, извините меня, освобожденные из мест столь отдаленных. Вот. Мы ждем и надеемся, что нас услышат в конце концов и когда-нибудь закроют это здание здесь. Проблему решить вполне реально, говорит председатель городской думы Александр Фетисов. Необходимо только найти подходящее здание для перевода ночного отделения в другое место. В промзоне, подальше от жилых районов города. Таким образом снимется не только остросоциальный конфликт внутри поселка, но и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, очередь на койко-место в приюте сократится. Обратимся в Министерство имущественных отношений и в Департамент по имущественным отношениям городского курса Самара для поиска помещений, которые этим параметрам будут соответствовать. По нашим поверхностно произведенным подсчетам это должно быть где-то 500 квадратных метров, при том, что возможности по приему граждан у нас увеличатся практически в два раза. Мы обязаны соблюсти условия для санитарной безопасности. Следовательно, у нас должно быть помещение для того, чтобы мы могли их помыть, обработать специальными средствами, прожарить одежду. Кроме того, мы должны их накормить, следовательно, для того, чтобы организовать питание. Но мы не говорим о том, что там пищеблок свой будет. Это нереально, конечно, но место для питания и для раздатки пищи нужно организовать. Также в помещении необходим медицинский кабинет с круглосуточно работающей медицинской сестрой для оказания доврачебной помощи. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.